МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республиканской клинической больнице временно приостановили предварительные и периодические медицинские осмотры, оказание плановой медпомощи в стационарных условиях и проведение плановых оперативных вмешательств. Однако экстренная помощь оказывается в полном объеме, сообщает сайт Чувашия без паники. Из-за ежедневного прироста зараженных COVID-19 в республике усилены меры по противодействию его распространения. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется в Янтиковском районе, Порецком и Ядренском районах. В Янтиковский район был завезен в случае коронавируса инфекции из Нижнего Актовска и получил дальнейшее распространение. Распространение связано с тем, что жители не соблюдали режим изоляции и самоизоляции. И на сегодняшний день также продолжается рост заболеваемости. Еженедельно в среднем мы регистрируем заболеваемость в ежедневном режиме от 7 до 8 процентов прироста. Этот прирост находится несколько выше, чем по Российской Федерации, но еще не критично. Однако в ряде районов, которых я уже назвала, у нас заболеваемость высокая. Заболеваемость не получила распространения в работающих предприятиях, кроме Порецкого, одного предприятия. Однако в отношении этих предприятий предъявлены требования, и нами они будут проверяться. Мы сегодня уже начали проверку в отношении 8 предприятий и получили еще требование прокуратуры о проведении проверок в отношении более 20 предприятий. Эта работа будет продолжена. С контактными проводится также работа по их изоляции, выносится постановление главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике для изоляции этих контактных. Однако результаты надзора показывают, что все-таки у нас изоляцию нарушает, режим изоляции нашими жителями нарушается. На сегодня в управлении на рассмотрение находится 16 материалов для возбуждения административных дел. Эти люди должны находиться в изоляции, и мы уже пригласили их для составления протокола. Протокол об административном правонарушении будет составлено после окончания сроков изоляции. Административный штраф составляет от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Подлежат изоляции лица, которые были в контакте с инфекционными заболеваниями, которые имеют уже заболевания, но из-за того, что нет признаков или в легкой форме у них проходит заболевание, они находятся на амбулаторном лечении, то есть на дому. А также лица, прибывшие из других стран, они у нас большинство размещены в обсерваторах, и люди, прибывшие из неблагополучных регионов. На удаленке поле не посеешь. В Чувашии полным ходом идут весенние полевые работы. Об этом и не только. Речь шла сегодня на еженедельном совещании в правительстве республики. Подробнее Рифат Фаткулин. На работников сельхозотрасли режим самоизоляции не распространяется. Их задача крайне важна – обеспечить республику запасами зерновых и зернобобовых культур, чтобы после стабилизации эпидемиологической ситуации полки продуктовых магазинов не опустили. Яровой сев в этом году планируется провести на площади 305 тысяч гектаров. Из-за теплой зимы в поля вышли рекордно рано. К яровому севу в текущем году приступили 31 марта, что является самым ранним выходом за последние 10 лет. На текущую дату посеяно 53 тысячи гектар яровых и зерновых культур в прошлом году. На эту дату было посеяно 130 тысяч гектар. То есть мы опаздываем примерно на 7-8 дней. Высаживают и ранние овощные культуры – лук, морковь, картофель. Хозяйство в полном объеме обеспечено семенами и необходимой техникой. Обсудили и вопросы завершения отопительного сезона. С сегодняшнего дня тепло начнут отключать в столице республики. Решение перекрыть вентиль принимается каждым муниципалитетом индивидуально. По данным оперативного мониторинга просрочена задолженность организации ЖКХ по оплате топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3,4%. И на 1 мая 2020 года состояло 3,181,000,000. Одной из действенных мер по снижению задолженности наряду с активизацией разъяснительных, а также претензионно-исковых работ с потребителями является модернизация объектов теплоснабжения. В 18-19-х годах за счет средств республиканского и местных бюджетов построено 9 бочно-модульных котельных. Тепло в домах прекращает поступать после того, как среднесуточная температура воздуха продержится не ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Первые километры газопровода проложены в завожье. Проект, который планировался еще 8 лет назад, наконец начал воплощаться в жизнь. Очередная партия труб готовится к укладке под землю. Более 8 километров по территории Чувашии уже проложено. Всего 21 километр газопровода даст доступ к голубому топливу шести населенным пунктам в завожье. Основную магистраль, которая тянется из Мариэл в Чувашию, прокладывает «Газпром» за счет собственных инвестиций. Ответвление же до населенных пунктов обеспечивает республика. С «Газпромом», с населением проводили общественное обсуждение, публичные слушания. В принципе, проекты готовы, находятся на экспертизе. На один проект мы экспертизу уже получили в октябрьском. А даже на два мы получили уже экспертизу. В бюджете сейчас на два населенных пункта средства предусмотрены. На внутрипоселковую сеть в этом и 2021 годах направят 154 миллиона рублей. Довести газ планируют до поселков Северный, Пролетарский, Первомайский, Октябрьский и Сосновка. Голубое топливо подведут и к базе отдыха «Росинка», санаторию Чувашия и дому отдыха «Кувшинский». Производство работ на этот год, что запланировано? Трубу мы заканчиваем, да? Да, мы в этом году планируем закончить технологическую часть трубопровода, провести испытания на ней все необходимые. Сегодня уже в ходе общения появилась идея, когда у нас дорожная сеть представлена одной лишь автотранспортной дорогой, это, конечно же, скорее всего, будет создавать неудобства, в том числе для занятий спортом. Прежде всего, тех спортсменов, которые у нас круглогодично проходят спортивные сборы в спортивном лагере «Росинка». И в этой связи от строительства вдоль дороги такого объекта, который будет называться пешеходной дорогой и велодорогой, на мой взгляд, очень перспективно. С газом в Заволжье придет комфорт – это факт. К тому же это сделает территорию инвестиционно привлекательной для бизнеса и, само собой, туризма. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Ветераны, проживающие на территории Чувашской Республики, уже получили все федеральные и региональные выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы. Но праздники еще впереди. О текущей подготовке к 9 мая в новом формате говорили в Доме правительства. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе парад под окнами ветерана и концертные площадки во дворах решили отменить. Празднование 75-летия Победы полностью перейдет в онлайн-формат. Для того, чтобы каждый житель смог стать частью главного праздника страны, в сети запустили множество акций и флешмобов. Более 6 тысяч человек приняли участие в акции «Вместе гордимся!» На портале кап.ру создали общую галерею памяти. Все те истории, которые вы размечаете в сети интернет, собрать в одну единую ленту, чтобы это было уже в одном месте и на долгое-долгое время. Причем мы здесь маленько расширили те инициативы, которые были сделаны. Кроме видеообращений мы еще пытаемся с каждого собирать карточку о том человеке, подвиг которого вы представили в своих видеообращениях. 9 мая основные праздничные акции пройдут в эфире федеральных телеканалов. В 19 часов после всероссийской минуты молчания всем жителям предложат подойти к окну и, держа в руках фотографию ветерана, спеть песню Давида Тухманова «День Победы». В 22 часа всех жителей, всех городов России и сел предлагается подойти к окнам и зажечь фонарики. Это могут быть свечи, это могут быть фонарики телефонов, смартфонов, это могут быть просто фонарики. Но самое главное в 22 часа у окна зажечь свет. Цель этой акции «Свет Победы» или «Фонарики Победы» – поучаствовать и продемонстрировать единение в тот момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с бессмертным полком. Но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы. Также каждого ветерана ждут памятные подарки. Их адресно, по предварительной договоренности и с соблюдением всех санитарных мер доставят волонтеры Победы. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. К 75-летию Победы Госархив современной истории подготовил электронное издание о Чувашии в годы Великой Отечественной войны. В сборнике 30 разделов. Именно столько было районов в Республике в то время. Это издание – дань памяти тем, кто ковал победу в тылу. Хронологические рамки электронного издания охватывают преимущественно военный период, хотя встречаются документы и более позднего времени. Масштабную работу по выявлению документов провел Госархив современной истории Чувашской Республики. Мы постарались в рамках этого электронного издания охватить все нюансы, все стороны войны. Это и начало войны, мобилизацию военнообязанных и добровольцев, это и мобилизация транспорта в районах Чувашии, это и обучение населения противохимической и противовоздушной обороны, плюс военная подготовка, это и создание каких-то отдельных истребительных батальонов, либо подразделения, которые должны были на случай вторжения врага вглубь страны, скажем так, отразить его атаки. Это и дальше, конечно же, помощь фронту. Ишлейский, Калининский, Кувакинский, Октябрьский, Первомайский, Советский, Сундерский, Чурачекский и Шихазанский районы. Этих названий сегодня нет на карте Чувашской Республики, но трудовой подвиг жителей остался и в документах, и в памяти. На протяжении всего военного периода в районах Республики была развернута масштабная работа по поддержанию обороноспособности страны, оказанию помощи фронту и бойцам Красной Армии. Ознакомиться с видеопрезентацией электронного издания района Чувашии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов можно на сайте Государственного архива современной истории Чувашской Республики в разделе «Электронные издания и публикации» и в социальных сетях. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Это главные новости к этому часу. До встречи.